Романтическая история Александры и Любови Матюховых началась совсем не прозаично. Познакомились будущие супруги на работе, но искры сразу не пробежала. Скорее наоборот, они недолюбливали друг друга. Ровно до того момента, когда Любовь не вышла на работу из-за болезни. Люба приболела, и я заметил ее отсутствие на работе. И запереживал, начал узнавать, где она. Она приболела, была в больнице, начал писать, созваниваться, спрашивать. И уже когда мы первый раз с доброжелательными намерениями увиделись, понравилось, начали общаться. Именно с этого момента романтическая история наших героев и началась. Теперь это уже большая семья, где растут три замечательные принцессы – Маргарита, Саша и Анечка. Отец делится, что жить в таком цветнике – одно удовольствие. Старшие девочки ладят друг с другом и помогают родителям с младшей дочерью, которой нет еще и двух месяцев. К решению, чтобы был еще один ребеночек, мы пришли ответственно, мы понимали, что это ответственность. Это все-таки деток надо поднимать, воспитывать. Мы рассчитывали, чтобы нам хватило сил, финансов. Ну вот и решили, что нам надо еще одна только девочка, что у нас и получилось. Замечательная красотка. Родилась девочка. Ну, занялись, соответственно, оформлением всей документации. Представилась возможность оформить материнский капитал за рождение третьего ребеночка. Мы решили, что глупо было бы упускать этот шанс, когда государство дает такую господдержку. С 1 января 2020 года президент Беларуси продлил программу семейного капитала еще на пять лет. Появилась новая схема выплат и новые возможности его использования. Подытожим. Семейный капитал полагается родителям после рождения третьего ребенка. Если вы им воспользовались по программе с 2015 по 2019 год, то действия нового указа на вас распространяться не будет. Право на эту форму господдержки дается один раз. С 2020 года выплаты стали начисляться только в белорусских рублях. Сумму ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции. В этом году родители Матюховы получат более 23 тысяч белорусских рублей. В Ленинском районе проживает 1402 многодетные семьи. Есть у нас очень большие семьи. Две семьи, которые имеют 9 детей и шесть семей, которые имеют 8 детей. За период 2015 года к нам обратилось более 1200 семей. Из них 565 семьям назначен был семейный капитал. И уже с 2020 года семьи активно начали пользоваться возможностью распоряжаться досрочно семейным капиталом. И в основном 80% семей, которые обратились, это более 400 семей, они обращаются за погашением кредитов на строительство жилья. Самое главное – обратиться за назначением семейного капитала в течение полугода со дня рождения третьего ребенка. И еще один положительный момент новой редакции программы. Если раньше воспользоваться денежными средствами можно было только по достижению ребенка 18-летия, то с 2020 года это возможно сделать досрочно. Досрочное распоряжение средствами семейного капитала – это форма государственной поддержки, которая позволяет многодетным семьям использовать те средства, которые были ранее назначены на три направления. В настоящее время это улучшение жилищных условий, второе направление – это получение образования любым из членов семьи. И также это медицинские услуги. Самым востребованным, естественно, направлением в настоящее время является улучшение жилищных условий. Семьи досрочно пользуются средствами семейного капитала на погашение задолженности по кредиту, на приобретение вторичного жилья, на постройку частного жилого дома. Государственная программа «Семейный капитал» продлена до 2024 года, а значит те, кто в ближайшем будущем планирует приобрести статус многодетной семьи, еще могут претендовать на поддержку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!